Экология онлайн. До 1 июня в Запорожье должен появиться внешний монитор, где в режиме реального времени будет отражаться состояние воздуха и процент вредных выбросов. Об этом было заявлено на сегодняшнем оперативном совещании в облгосадминистрации. Ее руководство называет природоохранные мероприятия одним из своих приоритетов на ближайшее будущее. Другие направления деятельности власти в долгосрочной перспективе привлечения в область инвестиций и в краткосрочной обеспечении безопасности движения на железнодорожных переездах. В Мелитополе работает команда управленцев, которые знают, что делают. Об этом, подводя итоги своей рабочей поездки в райцентр, заявил Александр Пиклушенко. Вместе с тем, председатель обл. администрации снова выразил свое недовольство по поводу некоторых моментов, допускаемых при реконструкции детсада, и пообещал, новый корпус местного онкодиспансера будет сдан в 2015-м. Там цена вопроса 7-8 миллионов. Завтра туда выезжает УКС, выезжает экспертиза. Мы посмотрим. Но объект этот должен быть, я считаю, введен в 2015-м году. Приоритет в работе регионального комитета экономических реформ – привлечение инвестиций. В прошлом году, по словам зампреда обл. администрации Петра Гончарука, эта сумма превысила миллиард долларов. В нынешнем руководство области просчитало. Объем капитальных вложений должен составить почти 6,5 миллиардов гривен. Причем значительная часть за счет местных предприятий. В титано-магниевый комбинат планируется инвестиции в сумме 110 миллионов долларов. Создание совместного украинско-чешского предприятия с заводом ЗРЗ – сумма 35 миллионов евро. Продолжение проекта ветроэнергетики фирмы ДТЭК и окончание первых 200 мегаватт – сумма на этот год составляет 170 миллионов евро. Впрочем, по словам Александра Пиклушенко, кроме инвестиций, нужно думать и об экологической безопасности. Поручение председателя обл. администрации по этому поводу – до 1 июня в Запорожье должен появиться монитор, показывающий в режиме реального времени состояние воздуха. Другая – безопасность. Транспортная основа остров стала на повестке дня. Причина – масштабное ДТП с маршруткой в Сумской области, где погибло 13 человек. Приднепровская железная дорога, по словам ее представителя Сергея Лошко, провела внеплановые проверки всех переездов. Проблемы есть на бесхозных. Есть проблемные вопросы по Мелитополю, по Энергодару. По Мелитополю переезд бесхозный, к сожалению, поэтому через который идет автобусное движение. И мы неоднократно собирались, конечно, и в обл. администрации. Хотелось бы действия от города Мелитополь. Секретарь Мелитопольского горсовета Андрей Чапа заверил, вопрос бесхозного переезда будет решен до 30 апреля. К слову, несмотря на оттепель, руководитель региона порекомендовал своим подчиненным не расслабляться. Погода еще может преподнести сюрпризы. Пока есть передышка, пополнить запасы соли, топлива, сделать профилактику всей техники и быть готовым, не дай бог, к какому-нибудь циклону и повторению снегопадов и заносов. По словам Александра Пиклушенко, следующее аппаратное совещание будет во многом посвящено сельскому хозяйству. Состояние озимых, готовность к посевной и сбору урожая. В минувшем году в активе запорожских аграриев более 2 миллионов тонн зерновых.